Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваекра, неделя очищения. Знаете, в жизни есть очень много различных опор, так называемых опор, на которых человек полагался всю жизнь. Один полагался на профессию, один на каких-то родственников, один на знание языка, один на вложенный научный труд. Многие полагаются на деньги, но так устроен этот мир и так сказано в псалмах Давида, что человек в своей жизни убедится в том, что шаткость опор не способна ему помочь. Самая такая опора, на которую всегда считалось опираются, это деньги. Считалось, что за деньги можно приобрести все, поэтому мудрецы особенно предостерегали нас в этом отношении. Человек никогда не сможет получить то, что хочет больше от мира, чем ему положено в дни небесного суда. У Всевышнего есть очень много способов лишить чека того, что ему не принадлежит. Кто-то вложил деньги в бизнес, понимая, что все, планируя на десятки лет вперед. Кто-то знал, что он сделает через пять лет уже точно, в какую гостиницу поедет. Все это ломается, потому что у Бога другие планы. Когда наши планы не совпадают с планом Бога, вы сами понимаете, кто побеждает. Мы не понимаем, в чем тут дело. Но единственное, что нам остается верить в то, что он-то понимает. Он-то понимает. Еще год назад весь мир рушился от коронавируса. Люди были разделены на тех, кто был вакцинатор и не вакцинатор. И казалось, страшнее ничего нет, мир заканчивается. И вдруг это и улетело. Нет коронавируса, куда он делся, никто не знает. Почему? Разве его не было? Был. Просто испытание закончилось. Началось новое. К сожалению, еще более страшное. Что же нам делать в это время? Мудрецы говорили одно. Надо все время быть в радости. Да, это сегодня тяжело. Наверное, тяжелее, чем всегда. Но если бы это не было тяжело, то тогда нам бы это не предписывалось. Даже если наступая, сказали мудрецы, трудные времена, не дай Бог. Когда все выглядит неясным и сложным. Следует укреплять себя воспоминаниями о старых добрых временах. Это можно сравнить со слепцом, который раньше видел. И хоть сейчас он не видит, он знает, что свет существует. Поэтому следует укреплять себя радостью. Радостью, испытанной в прошлом. Вспоминать какие-то моменты жизни. Верить, что мы к этому вернулись. Если вы это делаете, рано или поздно добрые старые времена непримерно вернутся. Написано в кабале. Более того, описали мудрецы, что в самой проблеме надо находить повод для радости. Просто за минуту или на две взглянуть на ситуацию со стороны. И непременно увидеть, даже если весь мир вокруг вас летит в тартары, что все могло быть еще хуже. Это так написано. Да, как ни странно, написано мудрецами, что очень важно думать о том, что все могло быть еще хуже. Любавичский Рейба говорил Хасидам. Важно знать и помнить. Радость ломает все преграды. Симха ломает все преграды. Речь идет о внутренних перегородках, которые мешают нам дышать, думать. Сегодня особенно. Завалы, заторы, которые просто мозг у людей подымается. Но надо что-то делать. Надо ломать это радостью. Знаете, существует предопределенность. Какие-то события происходят, потому что заложены небом в истории. Когда нельзя изменить ситуацию, надо поменять свое отношение к ней. Да, почти невозможно, но другого выбора нет. Если кто-то решает что-то изменить, свое отношение поменять. Это меняется в пути. Но мы не можем поменять пути Бога. Расскажу короткую историю. В Чернигове в прошлом веке, позапрошлом веке даже, с удивительной быстротой распространилась история. Богатый гражданин, очень благочестивый филантроп, приговорен к ссылке в Сибирь. Все говорили, несчастный. Так как же он такой был хороший человек, прямой, добрый. Двери дома его всегда были открыты. Но факт остается фактом. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов. И несмотря на все страдания и лучших адвокатов, приговорили к ссылке в Сибирь. За несколько дней до отправки, Сильный попросил встречи с местным раввином. И, обливаясь слезами, рассказал ему, как несколько месяцев назад ехал поездом. В дверь его постучал проводник и говорит, там Любавические Рэбе. Речь идет о Шмуэле Шнерсоне, четвертом Любавическом Рэбе. Рэбе Магараш. Там в соседнем купе хочет с вами поговорить. Он зашел к нему, там Рэбе, там, хватился от этой возможности, поспешил, тепло встретился. Его спрашивает Рэбе о делах, о во всем. А в конце беседы смотрит на него и говорит, вы знаете, я слышал, что правительство планирует строительство железной дороги в Сибирь. У вас хорошее отношение с властями. Может быть, вы, используя ваши связи, займетесь этим подрядом? Закончился на этом разговор, он говорит, я даже не обратил внимания. И вот сейчас, рыдая, говорит богач, в тот момент я не придал должного значения словам Рэбе. Зачем мне нужно оставлять свой дом и отправляться в далекую Сибирь, прокладывать какую-то дорогу? Но теперь я понимаю, Рэбе, с силой его божественного провидения, предрекал мне путешествие в Сибирь. Он видел, что это написано на моей судьбе. Но он предложил отправляться мне туда с большим почетом и даже зарабатывать. Вместо этого меня отправляют туда в кандалах. О чем этот рассказ? Это рассказ о том, что все предобретелено, но свобода дана. Рэбе Нахман из Браслова говорил, в различных событиях, происходящих с человеком, скрыт зовущий его голос Бога, тихий, негромкий голос. Но поймите, это голос Бога, это не чье-то желание, это не чья-то ошибка, это голос Бога. Он так меняет этот мир. Почему? Не знаем. Но это голос Бога, и мы должны ему подчиниться и радоваться. Да, иногда это сложно, иногда это практически невозможно. Брахавы от слаха. Радости нам всем в этот день. Редактор субтитров А.Семкин.